После видео с обзором Sunta 9 Peak было очень много вопросов, как они в сравнении с Polar Vantage V. Потому что по сути это достаточно близкие по функционалу часы от известных финских брендов. И вот чтобы не отвечать постоянно в комментариях и в личных сообщениях, записываю данное видео. Оба устройства уже получили свежие прошивки, в которых добавили функции, которых не было на старте продаж. И получается, что вот сейчас они упакованы просто по максимуму. Сравнивать устройства буду сухо, без какой-то эмоциональной окраски, чтобы не склонять вас к выбору той или иной модели. Чтобы в конечном итоге решение вы приняли уже сами. Начнем с внешнего вида. Часы отличаются корпусом и методом крепления ремешка. Sunta чуть меньше по размеру, 43 на 43 и на 10 мм. Polar 47 на 47 и 13 мм толщиной. Но при этом Sunta весит 62 грамма, а Polar 52 грамма. Хотя визуально Polar кажется тяжелее. Корпус у Sunta сделан из стали, усиленного стекловолоклом полиамида. У Polar из алюминиевого сплава с армированным стекловолокном полимером. Дисплей в Sunta закрывает сапфировое стекло, а у Polar это Gorilla Glass. Оба устройства могут погружаться на глубину до 100 метров. Polar имеет военный сертификат защиты Milt STD 810G и работает без нареканий от минус 10 до плюс 50 градусов. А Sunta от минус 20 до плюс 55 градусов. Стекло у Sunta сапфировое и это неоспоримый плюс устройство. Но есть такой нюанс, что оно очень сильно собирает отпечатки. Это просто какой-то магнит для отпечатков. Размер дисплея в Polar Vantage V 1,2 дюйма. В Sunta я так и не смог найти какой размер дисплея. Если кто знает, кстати, подскажите. Но визуально он точно такой же, как и в Polar. И там, и там дисплей с одинаковым разрешением. Это 240 на 240 точек. Дисплеи цветные, след подсветкой и датчиком освещения. В обоих случаях автоматическая подсветка работает хорошо. Для спортивных часов это 100% плюс. Чисто субъективно в девятке пик дисплей немного тусклее, чем Vantage V 2. Но это уже нужно смотреть своими глазами. В Vantage V 2 реализована возможность управления устройством как при помощи кнопок, так и при помощи сенсорного дисплея. В девятке пик на 100% нельзя управлять часами только при помощи кнопок. Всегда будет сценарий, в котором нужно задействовать дисплей. Также в девятке есть полезная функция. Во время бездействия сенсор дисплея выключается. И оживить его можно только нажатием на кнопку. Это в значительной степени избавляет от ложных касаний. И один из главных кейсов для меня в том, что девятка пик никак не реагирует на капли воды. К примеру, когда ты моешься. В то время как Vantage V просто беснуются, меняют настройки, лазают по меню и делают что хотят. Избежать такого помогает только ручная постановка на лог. Переходим к времени автономной работы. По документам у нас обе модели могут проработать 7 дней с отслеживанием ЧСС через оптический датчик и получением нотификации со смартфона. И с этим проблем нет. Часы живут столько, сколько написано в инструкции. Время автономной работы при посекундной работе GPS с отслеживанием ЧСС через оптический датчик у Sunto 9 Peak заявлено 25 часов. У Vantage V2 заявлено 40 часов. И это практически реальные данные. До 25 часов и до 40 часов из устройств на тренировке вытянуть можно. Большой плюс в том, что в каждой из моделей существует возможность кастомизации режимов тренировок. Можно менять время опроса спутников, то, как будет работать устройство, отключать оптический датчик. Все эти действия приведут к увеличению работы вплоть до 170 часов. Но там уже нужно понимать, устроит ли вас такая работа со спутниками и те данные, которые будут записывать часы. К слову, в Sunto реализована быстрая зарядка, работает она хорошо. Можно буквально перед тренировкой, пока вы одеваетесь, на 15 минут поставить часы на зарядку и потом дальше идти на тренировку, совершенно не боясь, что они сядут. По поводу точности работы GPS у меня в обзоре 9 Peak есть большой блок, где я сравниваю, как часы работают. И лучше посмотреть его, так будет более понятно, более информативно. Но в этом ролике могу сказать, что плюс-минус часы работают одинаково со спутниками GPS и теми данными, которые они вам выдают. Потому что построены они на одном и том же чипе. Да, у них разное ПО и разные антенны, но каких-то глобальных погрешностей или уж совсем таких систематических ошибок в измерениях за все время использования часов я не наблюдал. Точность GPS вопрос всегда спорный. Иногда в комментариях или в личку такие треки присылают, что я даже просто не верю тому, что это могут замерять одни из этих часов. Потому что у меня они работают совсем по-другому. Понятное дело, что какие-то косяки в работе со спутниками я встречал. Но могу сказать, что это было только в первой версии Vantage V и то до первого обновления. Потом все исправили и уже все было в рамках приличия. Давайте поговорим о датчиках частоты сердечных сокращений. Оптические датчики это всегда максимально спорный момент. У Сунта новый датчик. У Polar немного обновленный, но уже проверенный датчик, который хорошо работает и хорошо себя зарекомендовал. По моим наблюдениям, во время беговой тренировки датчик в девятке пик менее корректный относительно датчика Vantage V2. Во время велосипедной тренировки оба показывают себя хорошо. А вот в воде стоит сказать, что датчик Сунта немного занижает пульс. Но нужно понимать, что оптическая технология сильно ограничена в точности из-за сторонних воздействий. На нее влияет цвет кожи, количество влаги, волосяной покров, наличие тату, попадание яркого света между датчиком и кожей и даже тряска, которая происходит во время бега, во время езды и во время того, как вы махаете рукой. Так что не стоит относиться к этому, как к максимально точному инструменту подсчета ЧСС. В девятке пик есть возможность отслеживать количество кислорода в крови. В Vantage V этого нет. В Polar есть специальные датчики на тыльной стороне, которые определяют, надеты часы на руку или нет. Если часы не надеты, не задействуется оптический датчик ЧСС. Сунта такого нет, и если часы сняты с руки, то датчик все равно будет работать и тратить энергию. Плюс к обоим устройствам можно подключить дополнительные или сторонние датчики по Bluetooth Smart. К примеру, можно подключить нагрудный ремешок и уже максимально снять вопрос о корректности пульса на тренировке. Переходим к самим тренировкам. В обоих моделях полно разных тренировочных профилей. Их можно добавлять, убирать, кастомизировать, как вам удобно. Кому-то этого набора хватит, кому-то нет. Я, например, так и не смог найти полноценного профиля свимрана. Это меня печалит, хотя у других производителей он есть. Ну, не будем показывать на них пальцем. Но в целом, меня все устраивает. Хотя, конечно, всегда найдутся те, кому просто в силу специфики будет чего-то не хватать. Тут же хочу сказать по поводу тренировочных программ. В Polar есть отличные программы по бегу, которые включают в себя не только беговые тренировки, но и силовые упражнения, растяжку. Это особенно удобно для начинающих и тех, кто хочет получить программу без лишних заморочек. В обоих устройствах есть пошаговая навигация. И когда люди это слышат, они сразу представляют, что на часах будет отображаться карта и вести вас с отображением дорог, местности и всего прочего. Но пошаговая навигация – это немного другое. Это просто направление или, точнее, маневр, который нужно будет совершить через какое-то время. И там, и там работает она корректно. Конечно, визуально навигация отличается. И вот то, как вы будете ее воспринимать, это уже, конечно, дело вкуса. Но везде есть свои нюансы. Подробнее про навигацию и нюансы рассказываю в больших обзорах каждой модели. Теперь давайте расскажу, какие функции есть у одних часов и нет у других. В Vantage V2 есть функция определения мощности бега. Здесь это немного не то, что сейчас показывают новомодные датчики бега, которые крепятся на кроссовок. Здесь, скорее, эта функция предназначена для более точного определения нагрузки, полученной на тренировке, и дальнейшего восстановления. Также в Vantage V есть отличная функция Nightly Recharge, которая следит за вашим сном и восстановлением. Мои любимые дыхательные упражнения с широкими возможностями по настройке. Беговые тесты, велосипедный тест, тест на восстановление мышц ног. Тесты интересные и достаточно информативные. Полноценный тренировочный план прямо в часах, который рассчитывается приложением, в зависимости от цели и вашего состояния. Для каждой функции есть видеоинструкция в приложении, и очень хорошо расписано, что, как работает и для чего нужно. По традиции в Сунто больше аутдорных функций. Полноценный компас, построение маршруту по компасу. Можно менять отображение информации на дисплее со светлой темы на темную. Это удобно и точно знаю, что востребовано, так как многие очень положительно отзывались про наличие данной функции. В Сунто больше watch face, чем в polar. Оказывается, это тоже многим сильно важно. Прям баталии иногда в комментариях разворачиваются. Так как девятка пик может отслеживать кислород в крови, у нее есть функция акклиматизации в горах, которая как раз отслеживает кислород, показывает, что вам лучше, спускаться вниз или идти дальше. Отдельной темой стоит затронуть наличие приложений для часов. И у Polar есть как мобильное, так и достаточно мощное десктопное приложение. А вот у Сунто сейчас есть только мобильное приложение, потому что относительно недавно они полностью убили свое десктопное приложение. И, к сожалению, многие так и не смогли им этого простить, потому что они говорят, что мобильное приложение не дает в полной мере насладиться всем функционалом часов. В свою очередь на вопрос, пользуюсь ли я десктопным приложением, могу сказать, что, наверное, 98% всего времени использования устройства я пользуюсь только мобильным приложением. И по каким-то самым сложным задачам, наверное, связанным с тренировочным планом, я чаще всего заглядываю в десктопное приложение. И это касается не только Polar и Сунто и даже Garmin. Большую часть, максимально большую часть я пользуюсь именно мобильными приложениями. В конце видео никаких выводов делать не буду, потому что я хочу просто дать вам информацию о этих часах, чтобы дальше вы уже сами решили, что вам нравится, какие функции вам нужны и субъективная вот эта вот часть, чтобы она вся оставалась за вами. Больше информации и конкретики о каждом из этих устройств есть в отдельных обзорах у меня на канале. Ссылочки оставлю в описании или вы могли их видеть в подсказочках вот здесь. Что могу сказать точно, что обе этих модели являются флагманскими. И за все время использования, а это больше полгода с Vantage V2 и 4 месяца с девяткой пик, никаких проблем с часами не возникало. Они не зависали, не перезагружались и никаких поломок не было. Но главное помните, что никакие спортивные часы, да и в принципе никакие другие устройства, не будут тренироваться за вас. А успех в спортивной деятельности прежде всего зависит от тренировок, от того, насколько качественно вы их сделали. А остальное это только приятное дополнение. И сильнее не тот, кто знает свою мощность бега или VU2 Max, а тот, кто регулярно и качественно тренировался. Если остались еще какие-то вопросы по поводу часов, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк этому видео. А с вами был Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!